Простыми словами о языках программирования и их изучении расскажет Станислав Станиславович Михалкович, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой информатики и вычислительного эксперимента Института математики, механики и компьютерных наук имени Воровича Южного Федерального Университета. Станислав Станиславович, руководитель направления фундаментальная информатика и информационные технологии. Для студентов Института читает курсы основы программирования, языки программирования и методы разработки компиляторов. Можно ли дать определение языку программирования? Имеется ли связь между языками программирования и теми языками, которыми общается человечество? Язык программирования, как и любой язык, это язык для кого-то, это язык для компьютера, язык, который понимает компьютер. Ну, точнее, язык программирования компьютер переводит в свои машинные коды и уже может выполнять их с огромной скоростью. Но также, как и на обычном языке, фразы программы на языке программирования должны быть правильными, причем правильность расценивается с точки зрения синтаксиса и семантики, то есть фраза должна быть правильно построена и в ней должен быть смысл. А отличие, фундаментальное отличие, состоит в том, что языки программирования более формальные и любая ошибка на них препятствует пониманию компьютера. Компьютер должен понимать только абсолютно правильную программу. И еще, в отличие от обычных языков, на языках программирования нельзя допускать неоднозначные трактовки. Вот на обычном языке мы можем сказать какую-то фразу, которая имеет два и даже три смысла, и часто даже этим пользуемся в обычной речи. Язык программирования нуждается в однозначной трактовке. Как и в обычных языках, у языков программирования есть свои любимчики, есть редкие языки, но существующие языки рождаются, умирают. Ну и есть языки типа вот латыни для человеческих языков, то есть нет такого народа, который говорит на латыни, но латынь используется. Вот аналогии практически полные. Почему языков программирования великое множество? Ну, обычных языков тоже немало. И не может быть одного языка, на котором общаются все люди или программисты. Причин этому несколько, как мне кажется. Во-первых, разные сферы и задачи применения языков программирования. Поэтому не существует единого языка программирования, на котором можно сделать все. Поэтому неизбежно возникали многие языки программирования и неизбежно на них писались разные программы для разных сфер. Во-вторых, сфера языков программирования развивается и вводятся все новые и новые конструкции. В разные языки даже одни и те же конструкции вводятся, но в разное время. И кто кого опередит. Кроме того, вообще написать язык программирования простой, может вот любой студент-айтишник. У меня есть целый курс на эту тему методы разработки компиляторов. И там каждый студент, вот 60 человек, в конце разрабатывает маленький интерпретатор маленького языка программирования своего и защищает его. Поэтому написать просто. Сложнее будет ли кто-то этим пользоваться. И здесь важные такие моменты, как сообщество, которое будет использовать этот язык программирования, сфера применения, область программ. И ведь для того, чтобы ввести его в обиход, нужно, чтобы он решал задачу, которую никто до этого не решал. Или чтобы он решал лучше. Поэтому далеко не каждый язык приживается. Ну и у языков есть жизненный цикл. Многие рождаются, существуют какое-то время и умирают. И даже после своей смерти долго существуют. Есть и такое. Какие существуют самые известные языки программирования и на что они ориентированы? Тут вопрос емкий и вопрос подразумевает ответ. Так вот, невозможно дать тот ответ, который подразумевается. Все сложнее. Во-первых, есть, конечно, там топ-10 языков программирования. Есть разные рейтинги на эту тему. Вот профессиональный рейтинг T-OBIA. Это рейтинг упоминаний языков программирования в связи с профессиональным использованием в интернете. И там сейчас язык программирования номер один Python. Он недавно вышел на первое место. И там с небольшим отставанием идут такие языки, как Java, C++, C Sharp. Вот еще в топ-10 языков программирования входят такие языки, как Assembler, JavaScript и PHP. Можно сказать, что языки из топ-10 универсальны. То есть на них можно писать все, любые алгоритмы. Математики говорят, что такие языки полны по тьюрингу. Это значит, что на них можно выразить любую мысль для компьютера. Но у некоторых из этих языков есть специфика. Ну, например, Python — это сверхвысокоуровневый язык. И он используется там и для целей написания скриптов автоматизации деятельности, и для таких прикладных сфер, очень модных сейчас, как машинное обучение. Он язык номер один сейчас. JavaScript — это язык программирования в браузере. Это клиентский язык программирования. И без него вообще не мыслим ни один десктоп на компьютере, ни один смартфон. PHP — это один из языков серверного программирования, который, ну, скажем, создает интернет-странички на сервере и отправляет их вам. Часто говорят, что он уходит, но тем не менее мы на нем пишем. И, собственно, ассемблер — это самый низкоуровневый язык в машинных кодах. Он не используется прямо вот каждодневно, но если у вас новый процессор, то начинается все на языке ассемблера, конечно же, мы пишем. Область этих языков такова, и все равно они не исчерпывают все применения. А по областям в каждой сфере свои языки. К примеру, в сфере обучения в России приняты такие языки, как Паскаль и Питон, Си плюс-плюс для Олимпиад. Паскаль сейчас активно вытесняется Питоном. Вот все школьные учебники переписываются сейчас именно на Питон. Причем нас пугает эта перспектива, потому что по существу у школьников только один язык становится. Это мы считаем этот мир столь многогранным, и мы считаем, что нельзя концентрироваться только на одном языке с весьма большим количеством недостатков. Но вот по факту так. В сфере, допустим, развлечений, скажем, в сфере написания игр, такие высокоэффективные языки, как Си плюс-плюс, Си шарп, Юнити, активно используются. Для написания программ для смартфонов, там свой спектр языков используется. И в каждой области, конечно же, свои. Кто и когда разработал первую версию языка Паскаль? Актуально ли изучение этого языка до сих пор? Самый первый Паскаль был разработан швейцарским ученым, математиком, информатиком Никлаусом Виртом в 70-м году. И он был разработан без претензий для обучения программированию. Вот это была концепция. Но это был очень удачный язык. Он первый из языков позволял вводить собственные типы данных. И это был потрясающий прорыв в области вообще программирования. Потом многие языки стали это использовать. Скажем, язык Си появился, по-моему, двумя годами позже. И там тоже эти концепции присутствуют. Потом у Паскаля очень интересная история. Но можно сказать, что тот Паскаль образца 70-х годов умер. И его сейчас нежелательно использовать для обучения. Он очень несовременный. Это, естественно, 53 года прошло. Если это не меняется, то оно перестает быть актуальным. Примерно в 90-е годы активно коммерческая фирма Борланд разработала версию Борланд-Паскаль, затем Делфи, которая содержит в своей основе язык Обджик Паскаль. И этот коммерческий Паскаль длительное время использовался, был в топах и активно используется и сегодня. Правда, роль Делфи сегодня достаточно маленькая. Мы разрабатываем Паскаль АБЦНЭД. Начали разрабатывать его 16 лет назад. Именно для сферы обучения программированию. Причем сферы обучения современному программированию. И у нас была следующая концепция. Мы не претендовали на промышленное программирование, а именно на область образования и обучения именно современному программированию. Что мы сделали? Мы взяли от современных языков, тех, которые в топе лучшие, и взяли так называемые языковые концепции или элементы. У каждого языка взяли те языковые элементы, которые современные, позволяют компактно и понятно, и эффективно записывать программу, и есть везде. Тем самым, Паскаль АБЦНЭД наш стал по программам почти столь же коротким, сколько Python. А скорость выполнения этих программ, она такая же, как в таких языках, как C++. То есть, примерно в 100 раз быстрее, чем на Python. Кроме того, изучив Паскаль АБЦНЭД, учащийся может легко перейти на другие языки. Вот это наша идея. И в каждый момент времени, каждый год мы добавляем что-то новое в язык, новые языковые концепции, и активно внедряем их в учебный процесс. Вот у нас много школьников, детская компьютерная школа, каждый год выпускает порядка 304 юных программистов. Поэтому полигон у нас хороший методический. Поэтому старый Паскаль нет, а современный Паскаль 21 века, конечно же, да, но он должен развиваться. Можно ли привести примеры программ, написанных на языке Паскаль, которые используются нами в повседневной жизни? Написано ли что-нибудь на Паскале, вот на Дельфе? Несомненно, такие программы есть. Но сейчас можно мало назвать известных программ. Что-нибудь скажет ли вам, скажем, название, если я не ошибаюсь, Total Commander написано, Дельфи, на Дельфи. Это такой навороченный проводник. Ну, сейчас все не заморачиваются, пользуются обычным проводником, и все. Это, как правило, оконные приложения. Еще это скрыто от нас. Многие приложения уровня предприятий в России написаны на Дельфи. Это еще вот с тех времен 20-летней давности, и до сих пор поддерживаются. Они не такие известные, но вполне работающие. Они там заменяются на другие, но и сейчас вполне функционированы. Поэтому, вот как сказать, используется он промышленно или нет? Используется тогда, когда человек решает его использовать, ему комфортно на этом языке излагать свои мысли, так же, как и на человеческом языке. Можно ли быть программистом, не зная языков программирования? Как следует относиться к явлению зиро-кодинга? Ну, этот вопрос так же многоплановый, и он тоже таит некие подвохи. Потому что, скажем, журналисты сейчас активно говорят, посмотрите, стали появляться системы зиро-кодинг, лоу-кодинг, ноу-кодинг. И вот скоро вообще программистов не станет. Наступит мир без программистов. Любой человек способен будет в этой системе написать любую программу. Ну, я утрирую. Это не так. Эти программы заточены, как правило, на узкую область. И если ты не пишешь код, а просто что-то мышкой, наверное, перетягиваешь и получаешь какую-то функциональность, то, конечно, это, если ты умеешь это делать, это дешево, и какую-то группу задач ты решаешь в своей фирме. Вообще программисты используют любую автоматизацию. Программисты крайне ленивые. Если можно не писать код, они не пишут. Они пишут код только тогда, когда другого выхода нет. Поэтому и программисты это используют, и непрофессионалы это используют. Но никогда это не станет мейнстримом, как на мой взгляд. Профессия программистов останется всегда. Чем дальше, тем она будет сложнее. Другими будут языки, технологии, библиотеки. Но профессия программиста с текстовым написанием кода останется обязательно. Какие перспективы у нейросетей в программировании? Могут ли они заменить программисту годы обучения и практики? Да, обучение и практики. Но опять-таки, отвечая на предыдущий вопрос, я говорил, всем нам хочется ничего не делать и получать с этого большие деньги. Вот. Был такой замечательный анекдот про официанта, у которого спросили, какова ваша самая заветная мечта? Он ответил, все просто. Сидеть дома, не работать, а чтобы клиенты присылали мне чаевые по почте. Вот эти мысли посещают всех, в том числе в связи с возникновением таких систем, как ЧАД-ЖПТ. Это большие языковые модели. Нужно понимать, как они работают и что такое нейросети. Я позволю себе заострить на этом внимание, чтобы лучше ответить на этот вопрос. Итак, нейросети, в частности, и машинное обучение вообще, это элементы искусственного интеллекта. Они способны предсказывать, генерировать и осмысленные тексты, и генерировать картинки. И это сегодняшний день. На чем они основаны? Очень интересно, что раньше до нейросетей математики создавали сложные математические модели для того, чтобы описать какие-то явления. Ну, условно, допустим, заболеваемость какой-то болезнью или какие-то там процессы происходящие. И пытались там предсказать какие-то явления. То есть, когда появится трещина в заданной конструкции и так далее. Так вот, сегодня, благодаря развитию мощных компьютеров, этот подход сменяется другим. Сложные алгоритмы и модели заменяются простыми алгоритмами и моделями, но основанными на огромном количестве данных. Вот это big data или большие данные, это очень модный термин. Но не все понимают, что сложные алгоритмы были заменены во многих сферах большими данными плюс относительно простыми и стандартными алгоритмами. Так вот, нейросеть — это относительно простой алгоритм, который известен, но который работает с большим объемом информации. Что делает чат-жпт? Это нейросеть, которая проанализировала до этого и обучилась на огромном количестве текстов в интернете. Это же и недостаток. Нейросеть не создает новых знаний. Она лишь генерирует или переоформляет старые знания. И в этом ограниченность этого подхода. Нейросеть может очень хорошо отвечать на вопросы, даже создается ощущение искусственного интеллекта, и чем-то это так и является. Еще раз повторю, нейросеть хорошо отвечает на простые вопросы, а на вопросы творческие, конечно, нужен человек. Есть такое, что, допустим, профессиональный журналист просит нейросеть сгенерировать текст, а потом подправляет этот текст. Это правильное решение. Хорошо иметь канву. Есть программисты, которые делают запрос к нейросети для реализации какого-то алгоритма. Нейросеть предоставляет, программист правит этот алгоритм. Что нужно понимать? Нужно понимать, что нейросеть берет знания, существующие из сети, и, скажем, написать на новом языке программирование. Ну вот написать на Pascal и ABCNet правильные коды у нейросети не получалось толком. Хотя мы можем легко их написать, но информации в сети не столь много. Нейросети нужны big data, большие данные. Еще очень важно отметить, что нейросети ошибаются. И этому придается неоправданно маленькое значение. Нейросети могут ошибаться в серьезном, причем они могут ошибаться незаметно, и даже профессионал это не уловит. У меня совсем недавно был пример. Мой школьник, шестиклассник, учил по литературе Дубровского, и им предложили написать сочинение по одному из героев. Он выбрал Машу и попросил нейросеть в качестве канвы сгенерировать какой-то текст про главную героиню и ее характер. Ну, мы договорились, что мы потом посмотрим и переработаем этот текст. Он добавит свое восприятие. Так вот, он принес ко мне и говорит, папа, посмотри, тут вот что-то она такое написала. Я взял, начал читать. Согласно тексту нейросети, Мария Дубровская вышла замуж за Владимира Дубровского. У нее были разногласия, и они были близки к разводу. У них был сын, который вырос, поступил в кадетскую академию, закончил ее, попал в какие-то разборки, попал в тюрьму. И Мария положила весь остаток жизни на то, чтобы вызволить его из тюрьмы, и умерла, потому что заболела. В произведении ничего этого нет. Нет, Маша молодая, выходит замуж за другого человека, а Дубровский уезжает за рубеж. Точка. И мы были в таком недоумении. Это великий чат ЖПТ, который у всех на слуху, и который, если бы ребенок бездумно переписал сочинение и не читает, а он читал, поэтому он удивился, то был бы нонсенс. Поэтому с нейросетями надо быть осторожным. Хотя использовать их можно. Какие языки программирования изучают в Южном Федеральном Университете? Изучается большой спектр языков программирования. И есть специфика на разных факультетах, в разных институтах. Допустим, на любимом мною физическом факультете я преподавал в свое время. И мы преподавали тоже на разных языках. Был язык Си, был язык Паскаль, в то время очень модный. Но тогда были вычислительные задачи. И был Мэппл. И я скажу, что Мэппл – это абсолютно грамотное решение для части физических задач. И нужен какой-то язык высокого уровня. Ну, условно, С++ обычно для доступа к железу. А часть физиков – это железячники. И поэтому такой язык, как С++, нужен. И нужен высокоуровневый язык, такой как Сишарп. Это хорошее решение. Кроме того, на мой взгляд, на физфаке нужен язык Питон, так или иначе, чтобы выражать свои мысли на языке программирования очень компактно. И какие-то физические алгоритмы записывать. На других факультетах, ну, скажем, на некомпьютерных факультетах, вообще программирование учить сложно. У нас есть, допустим, опыт обучения по программам дополнительного образования. Вот наши магистры пытались обучать студентов-биологов Питону. И там немножечко даже анализа данных на Питоне. И они говорили, что это был незабываемый опыт. Мы так не привыкли. Приходилось тяжело объяснять такие вещи, как циклы, условные операторы. И они удивлялись этому, потому что для них это было очевидно. Мы, как профессиональные преподаватели, съевшие собаку, знаем, сколь сложно обучить не детей, а уже постарше. И особенно сложно обучить взрослых, особенно гуманитарной направленности. Там нужны совершенно другие программы и подходы. Поэтому, если говорить про условного биолога, ну, какие-то представления о Питоне и умение на Питоне выразить свои мысли для биологических задачек, наверное, полезны. И полезны любые программы, лоу-коды, ноу-коды, которые позволяют автоматизировать действия биолога. Даже в Excel можно рисовать диаграммки, и это по существу программирования, если вы анализируете данные. Или в программе статистика, допустим. Что же касается компьютерных направлений, ну, у нас их два таких основных. Это прикладная математика, которая всегда была, и примерно такая же по объему направление фундаментальная информатика, информационные технологии. Вот я курирую это направление. То там спектр большой. На прикладной математике начинают с Питона, потом С++. На ФИИД начинают, вот связочка Паскаля-Бцинет, Си-шарп, Си-плюс-плюс. Причем Паскаля-Бцинет это не Паскаль. Это скорее прелюдия к Си-шарпу. Просто более легкая для начального входа. А вообще это все программирование в платформе нет. И потом айтишники к концу четвертого курса умеют программировать по крайней мере на десяти разных языках, по крайней мере. Программируют систематически примерно на двух языках и знают огромное количество технологий, библиотек и связок между этими технологиями. И здесь вопрос, какой язык программирования ты знаешь, неуместен, поскольку вот спроси меня, я пожму плечами, скажу, я Питон не знаю, но я на нем программирую. Вот, и это будет правдой, как это программируя, не приходя в сознание. Потому что что такое знаешь язык, это тоже ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Поэтому с какого-то момента это знание становится большим, 10 языков программирования, я уверен, на всех айтишных направлениях ЮФУ. Можно ли самостоятельно стать программистом, или для этого все-таки нужно поступить в ВУЗ? Надо сказать, что это очень интересный вопрос, особенно для концовки. И сразу скажу, что есть такое мнение, которое культивируется в сети, причем неожиданно культивируется в сети студентами-недоучками, которые поступали, недоучились, бросили. И вот они в один голос пишут, что в ВУЗах все плохо, в ВУЗах вообще не учат программирование, вот я сам все изучил, и это было гораздо лучше, и я сейчас там зарабатываю деньги, мне этого достаточно. Я человек, который занимает диаметрально противоположную позицию, я университетский преподаватель, всегда им был, сколько себя помню, даже студентом я входил в учебный сектор, учил других. И я прекрасно знаю, что хорошие преподаватели, правильно структурированные программы, плюс мотивированные ученики и студенты, вот это сочетание ничего не заменит. Это получается максимальный эффект. Когда приходит мотивированный студент, и хороший состав преподавателей, и хороший набор курсов, и преподаватели понимают, куда идти, то возникает такая сфера общения студента-преподавателем, студентов друг с другом, возникает плотный график работы, когда ты должен по дедлайнам сдавать, 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 и когда ты уже захлебываешься. К нам приходят дети, говорят, мы хотим программировать. К четвертому курсу студент-четвертый курс не говорит, этого программирования так много, можно его поменьше сделать, я уже не могу, у меня завтра два дедлайна. Вот, поэтому есть, конечно, те, кто могут самообучиться в мире IT и действительно быть в топе. Но основная масса все-таки достигается университетским образованием. Есть тонкости в этом процессе. Нельзя считать, что если ты закончил бакалавриат, ты сразу пойдешь работать и сразу будешь программировать на высшем уровне. Ничего подобного. Университет дает большую базу, широкую. Там и экономика, и история, и физика, и физкультура, и английский, и множество профессиональных курсов. Но у нас в области компьютерных науки, в области математики. И этот плотный спектр идет все четыре года. Но в результате получается специалист, который имеет широкие знания, но, как правило, не глубокие в какой-то сфере. Зато он может пойти на одно место работы, там доучиться, перейти в другую сферу, там доучиться. И самое главное, это может быть самое главное, он способен создавать новое знание. Он способен разработать новый алгоритм, понять его эффективность, возможно, открыть фирму и продавать продавать свои продукты. И для этого, я считаю, несомненно, нужен широкий взгляд на мир. Университетское образование – хороший способ его получить. Я имею в виду хорошие университеты, такие как Южный федеральный университет. Я расскажу анекдот, который я очень люблю рассказывать на первом курсе своим замечательным первокурсникам, студентам, которые, приходя со школы, имеют некие ложные знания. Ну и как бы, во-первых, все они сейчас любят, они говорят, какая программа самая лучшая? Самая короткая – самая лучшая. Это удивительно, раньше так не было. А еще какая самая лучшая? Самая лучшая – та, которая быстрее работает и занимает мало памяти. А на вопросы, а можно ли это одновременно, ну, как бы, ну, наверное, да, наверное, нет. И потом мы начинаем беседовать, какая самая программа, самая хорошая программа. Выясняется, что, вообще-то, наверное, самая хорошая программа правильная. Вот. И они как-то это упускают. А потом самая хорошая программа безопасная, та, которую можно модифицировать, и стоит ли ее модифицировать вообще. И я в связи с этим рассказываю замечательный анекдот про сына программиста, когда маленький сынок приходит к папе, программисту, а папа уже весь день сидел за компьютером. И вот вечером сынок подходит, хочет с ним поиграть и спрашивает, папа, а правда ли, что солнце все время восходит на востоке, а заходит на западе. Папа отвлекается от компьютера, от монитора, смотрит на сына, у него на лице появляется осмысленное выражение. Он говорит, и что, действительно, сынок, каждый день восходит на востоке? Сынок говорит, ну да, папа. Каждый день заходит на западе? Он говорит, ну да, папа. Смотри, говорит сынок, я ничего не знаю на эту тему, но если всегда так, то, пожалуйста, руками ничего не трогай. Работает и хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова